Одна из фракций Государственной Думы России готовит законопроект о высшей мере наказания для дета убийц. Такая информация появилась накануне. А чуть раньше Госдума запустила опрос о смертной казни. Это случилось после убийства девочки в Саратове. Удавляющее большинство россиян проголосовало за отмену моратория на смертную казнь, стоит ли вернуть в России высшую меру наказания и готова ли к этому судебная система. Поговорим сегодня в студии. Наши гости Владимир Митрехин, первый заместитель прокурора Алтайского края в отставке, Вячеслав Должиков, доктор исторических наук, профессор и Андрей Мамаев, региональный представитель поискового отряда Лиза Алерт. Здравствуйте, все рады вас видеть. Наш корреспондент накануне вышел на улицы города и узнал мнение горожан по поводу возможной отмены моратория на смертную казнь. Давайте посмотрим. Однозначно знаю, потому что такие люди не должны просто землю уходить вообще по земле, потому что у него сама есть ребенок, дочь. И да, почему граждане должны этих людей прокармливать? То есть налоги граждан идут на пожизненное их содержание. Но как показывает практика, они не делают никаких выводов. Это больные люди и обществу пользы от них ноль. Я, честно сказать, отрицательно. А почему? Ну вот мое такое мнение. Потому что часто бывают ошибки, а этого уже не вернуть. Я не смогу ответить да или нет. Мне нужно, я поскольку человек как бы немножко размышляющий, мне все равно надо, чтобы все четко, настолько было четко, во-первых, прописано, а во-вторых, чтобы наше законодательство настолько было безупречно в плане вот именно обвинительно. Наверное, нужно все-таки. Особенно, когда вот такие случаи, когда вот с детьми, когда насилуют, убивают детей. Это самое страшное, что может быть для каждого ребенка, для каждого родителя. Поэтому, скорее всего, наверное, таких людей такие они не должны жить. В крайний раз в России приговор о смертной казни был приведен в исполнение в 1996 году. Я прочитала серийному убийце и насильнику Сергею Головкину. Владимир Андреевич, вот насколько часто в советское время подобные приговоры выносили? Ну, я вам могу сказать, я 30 лет отдал след. Из них, чисто следовательно, отработал 14 лет. Начинал со стажера и кончил следовательно по особо важным делам. Я не скажу, что смертная казнь, во всяком случае, насколько я владею статистикой Алтайского края, слишком часто применялась. Ну, вот за вашу практику, например, помните... За мою практику, я скажу так. В среднем, где-то, если в течение двух лет, ну, может, один-два смертных приговора выносилось, и то это выносили смертные приговоры, как правило, по квалифицированным убийствам. То есть двух и более лиц, особо опасным рецидивистам. И вот на моей практике было одно, так сказать, ну, скажем, расстрельное дело, это когда действительно был убит ребенок. А как вы считаете, стоит ли вернуть высшую меру наказания? Если да, то для кого? Лично мое мнение, я свое мнение высказываю, что смертную казнь у нас, во-первых, она не отменена, у нас введен мораторий на нее, а как мера наказания, она оставлена. Я бы, в общем, хотел, чтобы вот эта высшая мера наказания, она была, во-первых, здесь абсолютно правильно ставится вопрос где-то убийством, педофилия в последнее время, к серийным убийствам, к террористам и к так называемым организаторам, принимавшим непосредственную часть организованных преступных группировок. Я уж не говорю про сообщество. То есть вы за то, что вы мораторий отменили? Да, я за это. А вот, допустим, такое случилось. Готова ли судебная система России? Потому что многие же говорят о судебных ошибках. Вы знаете, мне вот сейчас трудно сказать, готова судебная система или нет, но вот лично по моему мнению, если судья рассматривает дело, по которому может быть применена смертная казнь, там должно быть исследовано, я уже не говорю о том, что было доказано в рамках предварительного следствия, но судебное следствие должно еще более тщательно подходить. И вот этот принцип, что все сомнения в пользу обвиняемого, он ведь никем не отменен. И если у судей есть сомнения, ну я думаю, что тут тогда и не стоит ставить, так сказать, точку жизни, пускай даже серийного преступника. То есть расследовать более тщательно, скажем так, эти все дела. Да, я бы сказал так. Андрей, вас хотелось спросить, вы за отмену моратория или все-таки против? Вы, может быть, аргументируете как-то свое мнение? В целом, это моя личная позиция. Я за отмену моратория на смертную казнь для определенных категорий преступников. Ну вот так, что предлагают, да, депутаты? Да. Ну, не в столь широком смысле. То есть конкретно преступления против прав детей, против половой неприкосновенности детей, против права на жизнь ребенка. Я за то, чтобы эта мера наказания присутствовала как исключительная. А вот уменьшит ли по-вашему, ну и всех остальных тоже наших гостей спрошу, уменьшит ли отмена моратория количество преступлений в стране в принципе? Давайте я вам вопрос задам. Вот не так давно присутствующие знают наверняка, что ужесточилось наказание за совершение ДТП со смертельным исходом. Да. Вы думаете, меньше сбивать стали? Нет. Вот и ответ. То есть здесь совсем не в этом проблема, не в ужесточении наказания. Здесь право сознания должно людей измениться. Потому что они в момент совершения преступления никто не задумывается о последствиях. Понимаете? Ну, я знаю, что у нас Вячеслав Александрович придерживается другой точки зрения, и вы против отмены моратория на смертную казнь. И у вас есть примеры, вот даже в вашей личной истории, когда были судебные ошибки. Я противник отмены моратория. Во всяком случае, в нынешних условиях политических я имею в виду судебная система, да и в целом правоохранительная система, она несовершенна, конечно, и ошибки случаются очень часто. Я считаю, что смертная казнь – это довольно легкое решение для преступника. Мне кажется, что более суровым наказанием является все-таки пожизненное заключение. Вот пример с известным серийным убийцей и насильником Чикатило, да, он показывает, что прежде чем раскрыли это преступление, и Чикатило угодил, значит, под расстрел, четверых невиновных людей арестовали, и по подозрению в этом преступлении один из, ну, один вроде выжил, как бы, а троих расстреляли. И, конечно, смерть – это необратимая вещь. То есть невозможно потом человека реабилитировать в полном смысле этого слова, и прежде всего физически. Ну, я думаю, что надо, во-первых, использовать всю мощь средств массовой информации, они у нас, надо сказать, действуют эффективно, особенно телевидение, центральные федеральные каналы, для того, чтобы показать, насколько невыносимой является жизнь вот в этих тюрьмах. То есть, думаете, это будет как-то, поможет? Да, побольше надо просто акцентировать, чтобы люди прочувствовали, что там на самом деле творится, и как это, значит, на практике обстоит. И если все-таки моратория отменят, да, вот я к вам, Владимир Андреевич, хотела обратиться, кому-то же придется приводить приговор в исполнении, получается, что среди нас тоже будут находиться убийцы, вот как вам такой аспект? Нет, это не убийцы, это его работа. Вот я вам могу сказать, я когда начал работать следователем, в свое время вот Барнаульский следственный изолятор, где сейчас, здесь была исполнительная тюрьма Алтайского края, здесь расстреляли. Я лично был знаком, ну, будем скажем так, с исполнителем. Он уже тогда в возрасте, это где-то 74-й год, он, конечно, уже был в возрасте, но это было… Ну, что это за люди вообще мне всегда… Это обычный офицер внутренних войск когда было. Вот я его спрашивал, я говорю, Конрад Кириллович, ну, а тебе как вот после этого? Да, живется. Он говорит, слушай, ну, это, говорит, моя работа, я, говорит, давал присягу, я служу, я служил. А высокооплачиваемая работа у этих людей? Да нет, нет. А с чем ее можно сравнить, например, с зарплатой кого? Это миф, ну, кого, ну, офицера МВД, офицера, ну, сейчас в СИН. Извините, что я перебиваю, здесь ремарку можно сделать, любой сотрудник правоохранительных органов, у которого есть табельное оружие, может быть приравнен к этому исполнителю, потому что в случае совершения преступления против личности на глазах у сотрудника полиции, он вправе для предотвращения этого преступления, обязан, да, применить свое табельное оружие. Ну, мы же его не считаем. Мы же его не осуждаем. Безусловно. Ну, есть много стран, в которых смертная казнь существует, да, ее никто не отменял, в частности, в Китае казнят из-за контрабанды драгоценных металлов, я прочитала, и хищение стрелкового оружия за гребежи, и там 69 пунктов, ну, очень много. И вот мне кажется, что гуманизмом в данном случае, ну, совершенно не пахнет, а нужно ли быть гуманным по отношению к преступнику, как считаете? Ну, вопрос, конечно, непростой, гуманность, оно хорошо, но когда... Знаете, вот, перед тобой серийный убийца сидит. Вот ни за что я говорю, вот я помню свое, это первое дело, по которому меня расстреляли обвиняемого. Четырых человек в течение двух месяцев. Ни за что. Одного, значит, старика за то, что тот ему, так сказать, зимой тропинку не уступил, 27 ножевых ранений, на Новый год двоих таксиста за то, что тот ему закурить не дал, и человека, который ему сделал замечание, что он там возле новогодней елки, так сказать, нужду справлял. Ну, и четвертый там тоже на почве, так сказать, пьянки. Ну, вот какой вот у меня... Я к нему, да, он молодой парень был, ему 19 лет всего было. В 20 лет его расстреляли. И, в общем-то, из приличной семьи, будем так говорить. Ну, вот какой у меня к нему может быть гуманизм? Здесь надо помнить о том, что человек, который совершает преступление, к которому возник умысел на совершение преступления, он противопоставляет себя как нормам закона, так и моральным нормам общества. Он вне этого. Он уже приступил все, что можно. Нормы приличия, нормы морали. А мы почему ему должны навстречу идти? Они все в тюрьме, когда сидят, маму любят и в Бога верят. Понимаете, когда он на улице режет, он ни в кого не верит. Он сам по себе такой хищник. Мы не говорим о том, что человек, который украл мешок картошки, утрированно, да, там, ну, какое-то имущественное совершил преступление, да, отбывая там наказание в местах лишения свободы, он должен те же самые лишения испытывать, как человек, совершивший преступление против личности. Но, опять же, вот посмотрите эти же опросы, да, их сейчас огромное количество в социальных сетях, там, и коллеги ваши проводят. И очень много таких мнений у людей, обычных на улице, вот здесь напрашивается устами младенца глаголит истина, да, потому что, ну, люди, опрос общественного мнения, он схож с детским таким мнением немного. И люди говорят, это больные люди. Ну, так давайте их полечим. Педофилия, да, вот эти моменты связаны, это, ну, отклонение, психическое отклонение какое-то. Почему его не выявляют и не проводят никакие мероприятия? Профилактика нужна. Да, он в 16 лет кошек мучает. Да. В 16 лет мучает кошек, забивает собачонка там где-то палкой, и, ну, и ребенок балуется. То есть, получается, у нас медицина не дорабатывает? И медицина, и педагогика в этот момент у нас ничего не делает. Сейчас в школах посмотрите. И семья добавим. Вон, ну, когорта следующая растет. В семьях же рождаются эти сволочи, да. Ну, вот вы как считаете, сейчас мы обсудили, и я так понимаю, что уже даже Вячеслав Александрович у нас немножечко тоже склоняется в вашу сторону. Нет, я не то чтобы склоняюсь, я категорически против вот именно отмены моратория в данных. Вячеслав Александровичу можно здесь апеллировать, что если, допустим, это будет рассматриваться коллегией судей, и если будет следствие проводиться, ну, на должном уровне, квалифицированными, абсолютно подготовленными сотрудниками. Чтобы исключить ошибки. Абсолютно верно. Я на 100% участвую, Андрей. Я вот что хочу сказать. В 2002 году я сдал документы во дворец нашего правосудия, и меня включили в коллегию присяжных, заседателей. И вот прошло уже 17 лет, и ни единого заседания присяжных не было. Как ли нет? Не было. Ну, вас, может быть, не пригласили. Хорошо, меня не приглашали. Но я ни в печати, ни в средствах массовой информации. В этом вопросе нет просто информации. В Барнауле я говорил. Я про Барнаул говорил. Но я не знаю, конечно, как сейчас, но тогда... То есть вы за суд присяжных? Да, а вы слушали. Конечно. Вот последнее громкое преступление, которое... Суд присяжных заседателей, это один из... Не так давно обвинительный приговор по Седову вынесен. Да, да, да. Суд присяжных рассматривал. То есть... Вас просто, видимо, вы не попадаете в тот список. Ну, смотрите, если, допустим, что сейчас у нас мораторий на смертную казнь отменят, чем это может в итоге обернуться для России? Да, я думаю, ничем страшным это не обернется. У нас же в Беларуси сохранили этот институт наказания. И правильно сделали. И правильно сделали. И вчера я специально, готовясь к передаче, посмотрел, так сказать, статистику Беларуси по смертной казни, у них рассматривается, значит, в год где-то примерно около 600 дел, вот где может быть применена смертная казнь. Расстреливают 4-5 человек. Ну, это уже, видимо, такие отбросы. Ну, а то, что там Европа может как-то косо посмотреть на нас? Ну, знаете, Европа, она на нас всю жизнь косо смотрит, начиная с Екатерины II. То есть, все-таки, если мы будем делать итог какой-то вот нашего разговора, то вы считаете, кто должен быть в списке тех людей, на кого может распространяться как раз смертная казнь? Это где-то убийцы исключительно? Это, во-первых, где-то убийцы педофилы. Ну, педофилы имеется в виду, если это связано с убийством. Серийные убийцы, потому что мне, пускай не рассказывают, что это, так сказать, психически больные люди. Все им проводят вплоть до Института Сербского. И если их признают, я лично таких вот психов за свою практику не встречал. Террористы, потому что это теракт, ну, это же десятки, сотни погибших. Пострадавших. Убитых. И вот эти вот, ну, сейчас как-то это уже не муссируется, и вот эти вот члены организованных преступных группировок, где такие же вот совершаются убийства и, ну, более тяжкие преступления. Ну, согласно с этим списком, вот остальные люди у нас. Я считаю, без реформирования, значит, судебной системы и следствия и всех вообще правоохранительных органов такую меру обводить опасно. Я бы оставил смертную казнь, ну, будь на то моя воля, как исключительную меру наказания в отдельных частных случаях, при соблюдении определенных условий. То есть это, ну, как мы здесь обсудили, да, факты педофилии и факты преступления против жизни малолетних детей. Тоже там категорию надо разделять. В отношении к несовершеннолетним, допустим, ему 17 лет, он несовершеннолетний. И это может быть преступник малолетний. И человек, защищая собственную жизнь, да, или семью, там, он может убить этого несовершеннолетнего. И его придется тогда расстреливать. То есть очень тонкая грань здесь. Это частные случаи. Конкретно надо подходить. Частные случаи должны быть. Ну, в целом, я как альтернативу считаю, как альтернативу, вот конкретно если мы говорим, да, о происшествии в Саратове, там, о других случаях преступлений против детей, которые в настоящее время, что это рецидивисты. И раз уж это рецидивисты, давайте рассмотрим альтернативные меры наказания этих людей. Химическая либо хирургическая кастрация. И вот наш собеседник, который историю очень хорошо знает, не даст соврать, да, на Руси у нас в старину клеймили. Клеймили, чтобы общество знало этих людей, чтобы понимало, с кем он в настоящий момент разговаривает. С Луаром, с убийцей. Правильно. Понимаете, здесь эти моменты тоже не стоит, как бы, выпускать. Если ходит в детский сад мужчина и приводит ребенка, это не значит, что он не педофил, не значит, что он хороший отец. Он приводит своего ребенка, но, возможно, у него в голове уже преступные какие-то мысли по отношению к другим детям есть. Я поняла ваше мнение. Каждого из вас не знаем, какое примут решение в Государственной Думе. А вам всем спасибо за участие. Вам спасибо, что не оставляете эти темы. А я напомню, что сегодня мы говорили о возможной отмене моратория на смертную казнь России.